Лучше фона я не нашла, извиняюсь. Могла понять, где достают все-таки эти потерянные посылки, где их можно купить, где найти. И все-таки нашла того человека, кто продает мне некоторые посылки, а также я нашла несколько мест, где проводятся аукционы с потерянными всякими чемоданами, вещами. Поэтому буду распаковывать все это вместе с вами. И сегодня у нас на обзоре вот такая вот посылка. Очень странная почта России, помотанная жизнью немножечко, какая-то вся грязная в дерьме, чем-то запачканная. Я ее купила буквально три дня назад и до последнего не хотела вам сообщать вообще, что это за посылка и какой формат я все-таки решилась снимать на свой канал. Очень надеюсь, что вам понравится видео подобного формата. Я не знаю, что находится в этой посылке, к чему сегодня подготовила меня моя жизнь. По крайней мере, надеюсь, что открыв эту посылку, я не умру. И купила я ее за 10 тысяч рублей. Как раз-таки у того человека, кто теперь продает мне всякие потерянные посылки, не буду говорить, где он их берет. Но я, естественно, писала почте России и заходила в сами вот эти вот отделения. Мне говорили, что таким они якобы не занимаются. Поэтому те блогеры, которые снимают видео и говорят, что они купили на почте России потерянные посылки, ни в коем случае им не верите. Я действительно заморочилась и нашла настоящую потерянную посылку, которую мы сегодня с вами откроем. Я не знаю, что за человек подготовил эту посылку, откуда и как, потому что тут все буквы размыты. И, видимо, поэтому данная посылка превратилась в потерянную. Либо кто-то что-то на нее пролил, я порискую это дрогать. Либо что-то было не так оформлено, либо что-то все-таки произошло не то. Не буду вдаваться в подробности вообще, почему эта посылка стала потерянной. Но мне будет безумно интересно сегодня ее открыть, потому что она достаточно тяжеленькая. И мне интересно, что в нее положили. Если там все-таки лежит херня, то вы сейчас не увидите это видео на YouTube-канале. А если что-то интересное, то это видео сейчас на моем канале. Добро пожаловать! Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на красную кнопочку. А также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои видео первыми и не пропускать премьеру. Вступайте в семью оракелянчиков, нажимайте лайкосик, палец вверх под этим видео. Оставайтесь со мной, и это новая рубрика. Я, кстати, еще название не придумала и снимаю это видео на полу, потому что фона лучше пока что я не нашла. В общем, надеюсь, что вам понравится. Я очень-очень-очень старалась. Ну а мы можем начинать, потому что мне не терпится уже открыть эту посылку. Поехали! Итак, ракурс я поставила чуть ниже, чтобы вы могли полностью видеть эту коробочку. Естественно, рисковать открывать ее своими руками я не собираюсь. Поэтому, внимание, Карина Аракелян своими длиннющими ногтями сейчас попытается надеть на себя перчатки. Итак, у меня есть два варианта. Вот такие вот желтые перчатки. Они, кстати, выглядят яркими из цветокоррекции. Тоже будут выглядеть неплохо. И обычные прозрачные. Естественно, я выбираю желтенькие, новенькие, красивые перчатки, которые я специально купила для этого ролика. Мало ли что лежит в этой коробке. Я все-таки побоюсь. Итак, надеваем прекраснейшие перчатки. Сегодня я буду самым стильным человеком на всем белом свете. С моими ногтями это максимально неудобно. Нужно было проделать дырки в перчатках, но ладно. Пока что я надену две перчатки. Если я пойму, что в коробке содержимое безопасно, я смогу их снять. Я надела эту прелесть. И сейчас, естественно, я забыла ножницы. Секунду. Итак, открываем данную посылку. Сама по себе она выглядит, ну, обычно, как вы можете заметить. Ничего в ней такого привлекательного нет. Кроме того, как все размазано. Какие-то ручки, дырки, странная фольга. Не знаю вообще, что это такое. Бред неадекватных людей, видимо. Итак, эта посылка, как я понимаю, открывается вот так. И сейчас мы попробуем с вами разрезать это дело, чтобы открыть посылку. Не знаю, кстати, зачем она была перемотана скотчем. Потому что, я так понимаю, эта посылка специально из почты России. И, наверное, должна была быть какая-то гарантия, что посылка не откроется. И на всякий случай, видимо, тот человек, кто упаковывал эту посылку, решил обмотать ее скотчем. Мало ли что может произойти. Итак, я уже испортачилась. Мне немножечко противно. Я не знаю, что находится в этой коробке. И давайте же рискнем. Взглянем, наконец-таки. Положим ее вот так вот. И сейчас вы первым увидите, что находится внутри. Я ее поставлю вот так, чтобы вы могли за всем наблюдать. Та-да-да-да-да-да-да-да-дам. Та-да-да-да-да-дам. Та-да-да-дам. Кладем газет. Причем, а нахера они здесь нужны? Вот мне интересно, зачем сюда кинули газеты? Первое, с чего же я все-таки хочу начать, это веселые раскраски. Что? Ладно. Итак, они абсолютно пустые. И пока что вот по этой раскраске я могу понять, что эта посылка была адресована ребенку или кому. Тут просто всякие рюкзачки, ободочки. Сейчас рассмотрим с вами. Вот такой вот розовый ободок. Обычный, красный, как бы Не знаю, зачем он нужен Я, кстати, раза два только в своей жизни Носила ободки и не понимала Нахера они нужны, потому что Мне они никогда не шли, давайте поверим Вот такая вот я сегодня красотка Давайте вот так вот оставим, сегодня я в ободочке Так, дальше, что мне бросается в глаза Это вот такая вот синяя Марля, или что это, ткань Наволочка, перемотанная Огромным количеством скотча И на ней написано, а это передай маме Сама не открывай Почерк какой-то странный, можете посмотреть Вблизи, как вообще все это дело выглядит Очень странная какая-то фигня Давайте ее оставим наконец Вот такой вот розовенький рюкзачок Который, кстати, воняет, знаете, чем-то таким Стареньким, залеженным Как будто этой посылке лет 20 Серьезно, знаете, таким стареньким Стареньким, надеюсь, что в этом рюкзаке Не лежало ничего из еды Я очень на это надеюсь, куда я потом Это все буду девать, я, конечно, не имею Никакого представления, нет, в этом рюкзаке Ничего страшного нет Итак, смотрим Первое, что мне попадается под руку Это какая-то подложка Под цветы, не знаю, какая Или это тарелка Окей, дальше Беленькая Вот такая вот шапка Я, как понимаю, шапка не свежая Какая-то она, видимо, старая И кто-то ее носил, судя по запаху Ну ладно, тут все как бы идентично пахнет Вот такая вот беленькая шапка Действительно странно Представьте себе, если где-то купить посылку И в ней будет находиться огромное количество денег Я бы была рада, если бы сейчас я открываю, например, этот рюкзак А там дохера бабла Поэтому мне становится все интереснее и интереснее Вдруг сейчас дохера бабок мне попадется Итак, смотрим дальше Шапка В этом кармашке переднем Ничего не лежит Просто пустота, ребят Дальше Открываем, открываю А можно я не буду это комментировать, пожалуйста? Ну, хотя бы спасибо на том, что эти трусики упакованы, да? Они запечатаны И это действительно просто полосатые трусы Я надеюсь, что они не использованы Все-таки не зря я надела перчатки Посмотрите на эту прелесть, мои зайчики Потрясающая находка Становится все интереснее и интереснее В этом прекраснейшем рюкзаке лежали трусы Я не хочу это комментировать Просто трусы Ну, я, как понимаю, по всяким раскраскам и содержимому Дальше все, что там лежит Посылка была адресована ребенку Видимо, девочка что-то заказала из какого-либо сайта Или кто-то решил просто отправить ее То ли забытые вещи Не знаю, с чем это связано Дальше идет какой-то набор И этот набор Это, как я понимаю, лего Забыла вам показать Вот так вот выглядит этот набор с лего Прекраснейший и розовенький Максимально неудобно своими ногтями У меня уже руки вспотели В этих перчатках Нет Там просто пустая коробка И лежит обычное лего Видимо, это был новый набор Чтобы что-то смастерить Наподобие лего френдс Смотрим с вами дальше Содержимое этой потерянной посылки И так, и так, и так Вот такой вот наборчик Дальше лежал в этом рюкзачке И я так понимаю, что тут находятся Отчасти новые товары Посмотрите, тут линейка, ластик, ручка Вот такой вот набор То ли это Lidl's Pet Shop То ли это что, я не знаю, какие-то зверюшки Обыкновенный набор в школу Как я понимаю, такой стартер-пак С карандашами, дочинкой, линейкой и ластиком Вот такая вот прелесть Ничего тут интересного нет Можем откладывать И последние два продукта В этом прекраснейшем розовом рюкзачке Который, к сожалению, теперь пуст Он, кстати, чистенький Я очень буду надеяться, что он новый Но пахнет он не как первой свежести Поэтому я все-таки сомневаюсь, что он такой новенький Но хотя хер знает, сколько эта посылка пролежала И как давно она потеряна Откладываем рюкзак И так дальше, что у нас тут лежала Какая-то дешевая ручка И что меня удивило больше всего И я решила оставить на потом Это гвозди, блядь Ребят, гвозди Посмотрите, я не понимаю Что, зачем и какого фига В этом рюкзаке ребенку решили отправить гвозди Посмотрите, ребят, обыкновенные Просто серые железные гвозди Ничем не примечательные Блин, ужас какой-то Давайте достану один гвоздь Да, ребят, просто обыкновенные гвозди Я не понимаю, зачем они лежали в этом рюкзаке Но мне безумно интересно И становится все прекраснее и прекраснее Этот ролик Давайте посмотрим, что там лежало дальше Я думаю, что вы и так уже половину всего разглядели Чтобы вам было виднее Итак, дальше тут идет какой-то набор кубиков Винкс Ааа, ребят, я в детстве такие собирала Посмотрите, короче, это кубики Которые вы должны будете собирать Тут у девушки из мультика Винкс И на обратной стороне изображены картинки Которые вы можете собрать из этих кубиков Ничего внутри не лежит Обычные кубики Вот такие вот, стандартные Прикольно, но я теперь понимаю, что эта посылка была отправлена ребенку И мне все-таки как-то становится не по себе Потому что до ребенка, как я поняла Ну, это очевидно Посылка так и не дошла Окей, смотрим дальше Вот такая вот Прекраснейшая книга Девочка, с которой детям не разрешали водиться Вот такая вот Я, по-моему, ее даже читала И она... Такое ощущение, что уже не раз была открыта Видите? Прикольная голубая книга Я надеюсь, что там внутри хотя бы для меня запрятали какие-нибудь сюрпризы Нет, в этой книге ничего нет Обыкновенная Можете посмотреть, как она выглядит вблизи Ничего интересного Итак, смотрим дальше Вот такой вот набор Это корона и сережки Тоже ничего необычного Давайте же откроем Может быть, для меня тут приберегли какое-нибудь тайное послание Нет Обычная корона Прекраснейшая Сегодня красотка буду, ребятки, посмотрите С ободком, с короной Сегодня я секси-пекси-дрекси-шмекси Вот такие вот прекраснейшие сережки Полотенце, как я поняла Давайте развернем его Да, ребят, обыкновенное голубое полотенце Вообще ничего в нем нет Что лежит дальше? Вот такая вот, что это такое? Это ароматические свечи, нет, палочки Вот такие вот палочки, знаете, которые типа жгут И они типа долго прогорают, дымятся И от них очень-очень вкусно пахнет Так, давайте же откроем Надеюсь, хоть туда мне что-нибудь положили Нет Фу Фу, какой ужас Пахнет каким-то, знаете, дешевым китайским магазином Фу-фу-фу-фу-фу Или бани какой-то мятый Итак, смотрим дальше Вот такой вот бесполезный брелок Катки Я-3 Вот такая вот прелесть На котором написано Нажми на меня Это как фонарик, он светится Прикольно Но я такие не видела нигде Я не знаю вообще, зачем Ну, видимо, кому как Но мне кажется, что это какой-то бесполезный брелок Бесполезный подарок Для ребенка, мне кажется, было бы круто Смотрим дальше Дальше у нас идет что-то из одежды И, как я понимаю, эта вещь немножечко использована Или она просто провоняла Не знаю, сколько эта посылка лежала на почте Но, как я понимаю, это обыкновенная вот такая вот Маечка малинового цвета Достаточно красивая И видно, что она, ну, для ребенка Прикольно, но, как бы, в ней ничего такого интересного нет Она ничем не запачкана И, судя вот по этой фигне Майка новая Да, я люблю вот так вот все отрывать вечно Короче, прикольная маечка И видно, что она для ребенка Посмотрим, что у нас находится дальше О, знаете, что я нашла, ребят? Короче, это сейчас с вами мы посмотрим Как я понимаю, это письмо Да Итак, ребятки, тут кроется вся разгадка Тут целое письмо Кому была адресована эта посылка Итак, моей внучке Олечке От бабушки Надеюсь, тебе понравятся мои подарки Не понимаю, что написано Здоровья тебе, моя дорогая И успехов в учебе С днем рождения, моя девочка В общем, все стало понятно Можете посмотреть На обычном листочке В клеточку было написано вот такое вот письмо Теперь мы понимаем, что это посылка от бабушки Для своей внучки Достаточно прикольно И мне становится очень жалко, да Что я все-таки открываю эту посылку Так беспощадно Все-таки она потерянная Но ладно Раз она не дошла до получателя Я уже ничего с ней сделать не могу И прошу вас не писать на эту тему комментарии Потому что Мне ни в чем не виновата Эта посылка была уже у того человека Кто продает Потерянные посылки Обыкновенный брелок В виде башмачка Посмотрите Достаточно красивый брелочек Я думаю, я его даже куда-нибудь у себя в комнате повешу Но сделан он достаточно некачественно Видно, что тут всякие детальки Которые были плохо склеены Ладно Короче, обычный брелок Не буду докапываться Как ревизор Итак, посмотрим дальше Что это у нас такое Обычный пакетик С сердечком В нем ничего такого нет Посмотрим, что внутри Внутри тоже ничего нет Я не знаю, зачем вы сюда тогда положили Может быть, там что-то лежало Или с этим пакетиком что-то связано было Но, блин, это прикольно Мне нравится это все распаковывать Дальше идет вот такой вот ежедневник Или это, ну, как просто Тетрадочка в клетку Вот с такой вот необычной обложечкой Достаточно красивая Тут у нас изображена девочка Которая держит в руках двух котят А сзади у нее огромные пышные волосы Или это просто пакет с мусором Как вы считаете? Можете проголосовать Мне кажется, что это пакет с мусором А не ее волосы Итак, в этом блокнотике Я надеюсь, что хотя бы что-то лежит Нет, в нем ничего нет Итак, блокнотик достаточно обычный В нем нет ничего такого И тут сзади просто написан интернет-магазин Видимо, оттуда бабушка его заказала для девочки Прикольно, необычно И смотрим, что дальше Итак, у нас осталась вот такая вот хеработина Которую я хочу открыть больше всего И все Посылка у нас пустая Остались лишь только пазлы Которые я, естественно, сейчас проверю Да, ребят, тут лежат только пазлы К сожалению Да, только пазлы Складываем обратно Потому что я обожаю в последнее время собирать пазлы И как будто эта посылка была для меня Прекраснейшая Если вы хотите посмотреть, как я буду собирать эти пазлы Можете подписаться на мой инстаграм Ник вы сейчас видите на своих экранах Обязательно подписывайтесь, потому что туда я выкладываю очень много всего интересного Теперь самое главное И что я боюсь открывать больше всего Сразу сяду поудобнее Итак, вот такая вот марля Голубая, я не знаю, что это такое Написано А это подарок маме Сама не открывай Как я понимаю, девочка получила посылку от бабушки И бабушка решила передать еще своей дочке Как я понимаю То есть маме этой девочки вот такую вот посылку Которую она подготовила для нее Не знаю, что там лежит По тяжести она такая достаточно плотная Но не сильно тяжелая Можете вот так вот понять Более-менее Я надеюсь, что там не лежит что-то из еды Или опять же из чего-то такого Как мы нашли с вами трусы, да Или ничего острого нет Итак, открываем прекраснейшую посылку Как бы нам не повредить эту ткань Может быть она какая-то значительно важная А вдруг там будет написано Если ты порвал эту ткань То ты не сможешь получить полмиллиона рублей А если не порвал, то иди туда и получай день Открывается она достаточно просто Просто я порвала скотч А, она до этого была упакована в целлофановый пакет Итак, так вот она легко открывается Выбрасываем Итак, как я понимаю Это что-то из одежды Это не марли, не наволочка Итак, открываем Боже мой, что это такое? Господи, что это? О, боже мой О май гаш Что это такое? Как я поняла Это какая-то новая ночнушка Да, посмотрите, ребят Она супер огромная Видимо, у этой девочки была такая упитанная мама Большая голубая ночнушка Или халатик для того, чтобы ходить в нем дома Огромный просто Прикольный Я его, думаю, даже буду носить Если хотите увидеть, как я выгляжу в этом прекрасненьком халатике То подписывайтесь на мой инстаграм Может быть я в нем сфотографируюсь Он точно новый, потому что пахнет какой-то новизной Видимо, запах сохранился И я так понимаю, что это что-то новое И я думаю, что сохранился он потому Что был упакован весь этот прекраснейший набор Сейчас посмотрим, что там дальше лежит В скотч и в целлофановый пакет Больше у меня причин никаких не находится Прикольненькая ночнушка Достаточно большая Это, видимо, бабушка просто для мамы купила Они редко виделись Там, я не знаю, прикольная штука Смотрим дальше Ребят Ой, блядь Ребят, это просто трусы-парашюты Господи, боже мой Посмотрите, огромные трусы в цветочек Я очень надеюсь, что они неиспользованные Нюхать я их, конечно же, не буду Но от них и так немножечко несет Вот, как я понимаю, они новые То есть, они просто белые Тоже, наверное, купленные в магазине Вот такие вот прекраснейшие трусы В них ничего не лежит Поэтому я их побыстрее отложу Дальше что у нас тут Бюстгальтер На вот такие вот бидоны Посмотрите Но это еще более-менее, понимаете, трусы Это не очень А вот бюстгальтер, ну типа, блин, нормальный подарок Лифчики всегда нужно носить Такой нормальный Видимо, у мамы этой девочки были такие нормальные сички Я вам скажу Красивые, большие, упитанные Как раз такой лифак-то огромный Посмотрите, красота Окей, откладываем Дальше Я просто в шоке Мне так интересно это распаковывать Прям как будто, знаете Хотя я и так снимаю новый формат Прикольно Если вам понравилось Напишите в комментариях Дальше идут семена Мама еще, наверное, увлекалась какой-то рассадой Это семена Анютины глазки Анютины глазки Я побоюсь сказать Но, наверное, маму этой девочки звали Анюта Или я просто догадываюсь Потому что подарили семена именно Анютины глазки Кроме этого Твою мать Не хотела бы я показывать это сейчас На камеру вам, пожалуйста За что? Боже мой Ребят, это... Блядь, это презерватив Вы понимаете? Я теперь поняла, почему было на обертке написано А это передай маме, сама не открывай Видимо, бабушка такая продвинутая Решила подарить поштучный презерватив Пожалуйста, давайте я замажу его Чтобы вы не могли видеть этот ужас Мало ли, мне просто заблокирует ролик за это Я побыстрее это уберу Я не понимаю, зачем нужно было дарить Такое от своей дочки Это очень глупо И последнее, что лежало в этой посылке Это бисер Боже мой, ребята, я просто в шоке Как можно было положить Я извиняюсь, презерватив Посылку, господи, боже мой Итак, ладно Все, что там остальное лежало Это просто бисер Мы с вами закончили обзор Этой прекраснейшей коробки И я с огромным удовольствием хочу сказать вам Огромное спасибо за просмотр этого видео Если же вам понравился мой вот этот прекраснейший Ай-яй-яй, блять Мой вот этот прекраснейший обзор Это было безумно больно Я думала, что я ноготь сломала перчаткой Ужас Короче, ставьте лайки Если вам понравилась эта рубрика Подписывайтесь на мой канал Если вы до сих пор этого не сделали Потому что не подписавшись Вы пропустите очень много всего интересного И будете натыкаться на мои видео еще не один раз Сейчас вот от этих всех шмоток, рюкзаков попахивает, знаете, чем-то таким старым, новым, необычным Не понимаю вообще, что это за запах Половину вещей из этих, естественно, выкину Если хотите, в будущем, если вам понравится подобный формат роликов Я буду разыгрывать для вас потерянные посылки Собирать их обратно и дарить вам Мне кажется, это будет достаточно прикольно Пишите ваши идеи, ваши комментарии ниже Мне будет очень интересно прочитать С вами была Карина Это было видео, посвященное потерянным посылкам Спасибо вам огромное Это был просто трэш Предохранители О боже мой Всякие майки, бюстгальтеры Значки, пазлы В общем, это было очень круто И достаточно интересно распаковывать потерянную посылку С вами была Карина До скорых встреч Я вас люблю Подпишись на мой канал Не забудь Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok